Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в State of Decay. С нами наши друзья, и мы находимся по дороге в город. В городе нас ждут люди. Они спрятались в церкви. И связались с нами по рации. Судя по всему, люди нормальные. Мы пересекли мост, и пора двигаться. Хорошо, садитесь, ребятки. В принципе, ехать, по сути, не так, чтобы добиться. Да, блин, тут, оказывается, нет паузы совершенно. Я не знал. По дороге предлагаю заехать вот сюда. Хотя сначала я предлагаю заехать вот сюда. И давайте как-то выключим фары, потушим. Вот что-то наверняка, что-то интересное. Спокойно. Так, стоп-сигналы, не палите меня. Так, кто-то ушел, смотри. Кто-то просто выпил. Вообще, честно говоря, я бы с удовольствием отделался от напарников. Потому что одного у меня было бы спокойнее. Я бы был твердо уверен в своих силах. Что-то стоит. Да, это именно то место. Свали, свали, и без капота, тварь. Так, что-то похожее на гольф. Ну? Бежит потихоньку. Я сейчас, пожалуй, вернусь, их передавлю. А потом уже двинем сюда, посмотрим, что тут есть. Блин, они остановились. Ну ладно. Блин, все эти вылазки лучше делать одному. Я не доверяю своим напарникам, потому что, Эдди, скажем, просто тупо раздолбай. А девушка, ну, я, честно говоря, за нее беспокоюсь просто. Сожрут пись со мной. Где он ломится? Еще машина как дирижабль. Вот так, хорошо. Давай, убегай. Сколько у вас там? Футбольная команда, что ли? Кажется, все, да? Так, народ не агрится. Хорошо, давайте сразу машину поставим. Упс. Пардон, перепутал. Педали. Чтобы, если что, резко покинуть это место. Хорошо, давайте заходить. Жутко. Они что, к машине бегут? Жесть. Он сюда идет. Сядьте, придурки. Вы меня спалите сейчас. Садись, садись. Вот, заметили. Страница дневника. Потом. Это потом. Так, может, тут что есть? Откуда их столько набилось тут? Ладно, ребята, пока справляются вроде. В принципе, в узком проходе можно сдерживать. Она их зедами называет. Спереди, говорит, зеды. Ничего я не нашел. Ну, это неудивительно. Это все-таки бочка. Хорошо, а тут что? Хотя, я думаю, много чем поживиться. Может, и хорошего. Смотри, как это направо. Там у нас зомби. Так, материал для стройки. Кстати говоря, вот это мы... Давайте... Так, мы уничтожили эту вещь. Интересно. Топорик я взял. А это что такое? Хорошо, давайте возьмем. Зомби на нашей праве. А, их можно раскрыть. Понятно. Труба и ломик. О, ломик. Отлично. Ломик я возьму. Он и весть не так много. Хорошо. А это труба? Ну, нет. Что-то еще что-то шевелится. Там не просто что-то шевелится. Их набежало пипец сколько. Кукри. Кукри. Мурасти. Очень в плохом состоянии. Не буду брать. Ребята, если хотите, возьмите. Эта игра в кооперативе, я думаю, будет по-своему очень крута. Но по-своему. Я думаю, что такую игру все-таки одному тоже очень круто играть. И в чем-то даже гораздо круче. Потому что, видите, атмосфера временами прям выпирает. Не то, что прет, а прям выпирает. Ух ты, какой у меня топоричный тяжелый, оказывается. Ох, жесть. Хорошо. Так, ладно, тут у нас что? Генератор стоит просто, понятно. И что тут такое? Ну, в принципе, топор нашли. Но я думаю, мы тут побольше, конечно. Хотя, в принципе, это просто станция. Че с него взять-то? Охренеть. Здесь весь пол в кровище. Тут кого-то жрали. Новый рюкзак, походу, да? Ты получил этого! Прилег. Так, это что такое? Запасы еды? Хм, хорошо. Отлично. Новый снэк. Так, и еще тут у нас этот рюкзачок, да? А карта? Карта че? Карта ничего. Хорошо. На самом деле, подкрепить маленько надо, потому что здоровье неполное. Далеко не полное. Так, патроны для револьверов и некоторых винтовок. 357-й, короче. А у нас 357-й Snap Special. У него 22-й калибр. Ну, ладно, возьмем. Пригодится, я думаю. Все, надо валить отсюда. И валить надо прямиком в церковь, потому что у нас все забито. Нам нужно какое-то место, куда можно скласть, ой, скласть, говорю, сложить припасы. Так, эта машина в лучшем состоянии, чем моя, поэтому прости, конечно, но я поеду на гольфике. Давай, погнали. Хорошо. Там какая-то тропа вела в лес. Блин, интересно. Что с машиной? Офигеть, это семейный дом на колесах. Капец. Такси чье-то. Я бы не добралось до своего адреса-то. А здесь такое ощущение, что пожар, что ли, был. Обалдеть просто. Мне нужен какой-нибудь сав. Просто необходим. Так, чуть тормознем. Хорошо, далеко нам еще? В принципе, уже подъезжаем. Надо выключить фары. Так, как ты попал на эту частоту? Просто повезло, я думаю. Во, вот это моя машина. Ты ей не скажешь? Я еще не знаю. Слушай, это ее отец. Ты хочешь сказать ей, что мы убили ее отца и украли его рацию? Ладно, может эту часть мы и умолчим о ней. Короче, я только сказал, что мне нужен джип. И вот он, красавчик. GMC. Иди сюда, родной. Вот так. Особо не шумим все-таки. Заправка, блин. На заправке. Может быть что-то хорошее. Ладно, поехали пока. У меня глаза разбегаются. Очень круто. Так, нам куда-то вот сюда. Я так понимаю, в каждом дом может зайти. Но по сути и домов не так чтобы много. Блин, шумная машина. Упс. Так, лучше паркнем повыше. Темноте задел, нифига не видно. Многие думают, что я вот с такой контрастностью, как вы видите, яркости, я с ней не играю. На самом деле, у меня сейчас все очень темно. Я для вас высадил картинку. Поэтому вам будет лучше видно, чем мне. Лили, ты приглашала незнакомцев? Хорошо, вы справились? Этот не особо хорошо выглядит. Меня зовут Эд. Рад познакомиться. Пойдем со мной, сынок. Черт побери, да у нас и так проблем хватает. С этим фриллоудером. И так на него все перевели медикаменты. Очень мил, Алан. Я предложил им кровь. Нам всем нужно держаться вместе. Пойдем. Я вас маленько тут проведу. Покажу все. Говорит. Ох, приехали. Ну, как-то так. Это выглядит более надежно, чем то, что было в Рейнджер. В Базе Рейнджеров. Я провожу большую часть своего времени здесь. Использую радио, чтобы всех направлять. Ммм, очень мило. Дальше кухня. Сэм наш неофициальный повар. Просто потому, что никто лучше с ним не справляется. Первое правило. Вся еда остается здесь, остается закрытой. Ты не поверишь, насколько быстро крысы все съедают. Мы уже этому научились. Здесь мы спим. Я надеюсь, ты не против, что мы все вместе в одной комнате спим. у нас места мало. И он сказал, что мы могли построить как-то домашний, чтобы получить больше space. Сколько у вас здесь людей? Ты вроде как всех встретил. За исключением моего отца и папы. Они пошли за продуктами, но уже давно не появлялись. Отдохни, сынок. Как ты себя чувствуешь? У нас здесь есть кое-что от боли. Но меня больше твоей олихорадкой беспокоит. Может, это признак инфекции. Нам нужен доктор Хэнсон здесь. Я постараюсь связаться с ним по рации. Хорошо. Я ценю вашу гостеприимность. Статы из Библии. Как насчет этого? Я могу быть ангелом. Там цитата боролась про ангелов, потому что говорит приветствуй незнакомцев. Как будто они твои друзья, потому что это может быть ангел. Что-то в этом духе. Хорошо. Гостеприимные люди не бандиты и вроде как не пытаются нас убить. при этом готовы поделиться с нами продуктами. Довольно легкомысленно с их стороны, потому что будь я совсем плохим парнем, то я бы просто воспользовался гостеприимством и завладел этим местом. Так, хорошо. Лили, пойдем. Небольшое, но крайне уютное место. Скоро я думаю светать будет. Слушай, я не хотел об этом говорить рядом с своим другом, но лихорадка это плохой признак. Пастор Лилл постарается привести сюда доктора, но если ему не дать антибиотики, то он не выберется. Я без права, если до этого дойдет, я обещаю, что он об этом позаботится. Болю в голову поможет. Господи, Лили, должен ли собака? Ты не понимаешь? Мы не можем быть мягкими. Мы уже видели, что происходит. Но нам медикаменты по-любому нужны. Никто не должен болеть. Понимаешь? Никто. Так вот, значит, как. Приятно познакомиться. Как вы предпочитаете? Выстрел в голову или в лицо? Нет, сегодня так. Медицина по-любому нужна. Она потому что быстро заканчивается. Что, если я найду медицину? Если найдешь место, где есть много медикаментов, то, где-то друг друга найдется место. Его зовут Эд. Я знаю. Если хочешь с вещами разобраться, прежде чем видишь, там есть ящик. Тротторит, блин. Я сейчас время где-то полвторой ночи торможу, поэтому перевожу очень плохо. Ну, короче, она говорит, что он болен, поэтому они не могут его оставлять и приводить на него медикаменты, которых и так мало. Но, говорит, если бы ты нашел, то тогда бы мы им позволили здесь остаться. Но, тем не менее, его лихорадка это очень плохой знак. Так, хорошо, да, действительно, те вещи, которые я скидывал в тот ящик, они, по сути, остались здесь. и сказали, что здесь есть сотовая башня, через нее можно... кто там пробежал? с нее можно осмотреться. Так, это мы положим, этому положим, все положим, ничего. А, вон, можно по 10 штук их скидывать. Окей. Так, коктейль молотого. Вот это вот что такое, как прочитать. Никогда не понимал, насколько много еды могут сожрать три человека за неделю. когда мы нашли... Когда мы нашли тортон март, ну, то есть, магазин, который еще никто не разграбил, мы думали, что мы набрали еды достаточно на месяц. Но недели позже еда вся кончилась. И к тому времени тортон март уже был под контролем. Теперь я не знаю, что делать. То есть, уже кто-то промародерил его по полной программе. Хорошо. Так, флэверс мне не сильно нужно пока что. В принципе, то у меня есть вот такая штука на случай от лечения внимания. Хотя, даже и не знаю. Так, мой калибр нет. 22 калибр. У меня 22 калибр. Забираем все патроны. Хотя, конечно, в принципе, в этом смысла особого нет. Потому что, стрелять здесь у врагов не очень просто. вы видели, в принципе, неплохо. Хедшот раздавал. Но не очень хорошо. Сундучок. Так, хорошо. Нам нужно нам нужно двинуться на ту точку обзора и смотреться. здесь скримеры. то есть крикунные. Интересно. Подожди, а что у них еще тут есть? револьверчик. Револьверчик. Это мой, похоже. Палочки. Окей. двадцать четыре. Как у меня. Хорошо. Могу ли я тут как-нибудь поспать? Мне интересно, чтобы там, если ночью не хочу выходить. лучше, уже не будет. Так мир и закончился. Ну? А что ты ожидала? А, знаете, они такое ощущение, что чуть ли не на одной постели получите спят. Вот это не круто. Так, что-то такое ощущение, что такое ощущение, что никто не даст мне промотать время. ладно, давайте выдвигаться. Опять ночные серии, да? Ну, а что, круто. так, получается, нам лучше ехать на машине или идти пешком. На машине безопаснее, но при этом более шумно и менее аккуратно. Не знаю, здесь есть у вас полицейский участок интересный. Так, давайте проедемся, что уж, посмотрим по городу. Как вы вообще в церкви оказались? Господи, да я не знаю. Первое место, в котором мы смогли устроиться. Люди пытались по одному выбираться и умирали. А мы остались. Вы в шестером остались? Нет, нас было 12. Так, хорошо. Кто-то что-то постоянно пишет. Чего пишет? Зачем пишет? Ты, прикольный дом. Расхотелось что-то резко. Блин, страшновато. Так, это магазин. Магазин надо полутать к любому. Это забегалов какая-то. Спокойно. Спокойно. Блин, обожаю эту машину. Хотя, конечно, мне бы что-то покороче чуть-чуть, потому что она слишком длинная и из-за этого не очень поворотная. В принципе, пока что лучшая машина, которую я видел. Хорошо, тут я думаю мы сжатвы найдем. Вообще, нам нужны медикаменты, я понял. Офигеть. Что тут произошло-то? такое ощущение, что это сидушка как-то баррикада была просто. Хотя нет. Смотри, сколько подходит. они к машине идут все. Они из машины бежали, представляете? Я же говорил, машина это плохая идея. Так, лады, дело ваше. А я пока двигаюсь на склад. Ох, сколько тут всего. часы. Часы. Поставьте таймер и бегите. Зомби придут, давай возьмем. Прикольно. Ничего. Блин. часы нашли, кто бы мог подумать. жутковастенькое место. Ну, любое место в этой игре жутковато, потому что, блин, в этой игре неплохая атмосфера, я бы сказал. Крайне неплохая. Ого-го. Блин, ты посмотри, сколько это все занимает. Так, это палка. Это мы берем. Это Макс Стамина. Where the hell am I going to carry this? Блин, я не могу взять просто уже. I don't have enough space for this. Тихо, тихо, тихо. Инвентарь полон, просто надо сейчас поехать обратно и скинуть все вещи. Так, ну что, отсюда можно осмотреться. Я не думал, что он сможет подняться за мной, да? Да, вроде не может. Ну, что я хочу сказать. Эта серия, по-моему, была крайне атмосферной. Надеюсь, вам понравилось. Видим все следующие. Как я вижу, потихоньку светает. Мы заберемся на эту вышку, осмотримся, пометим все интересные места и будем осматриваться в этом городе, искать медикаменты. И я уже могу вам сказать, что это будет круто. Потому что, несмотря на всю свою кривизну, эта игра очень крута. Ждем выхода на ПК. Пока наслаждаемся Xbox-версией. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok